Дорогие товарищи, искренне рады вас приветствовать. 2 сентября 2023 года, вчера начался учебный год, мы с вами сегодня проводим важнейшую общегородскую конференцию «Система образования в Москве». Мы по большому счету, конечно, и российские аспекты будем затрагивать, актуальные проблемы и пути их решения. Поэтому, с вашего позволения, объявляем данную конференцию открытой, поприветствуем. Как вы знаете, я думаю, никто со мной спорить не будет. Для нас образование, особенно сегодня, в тот момент, когда Россия оказалась в важнейшей ситуации, нам брошен колоссальный вызов. Колоссальный вызов извне. У нас масса внутренних проблем. И в этой ситуации достойное, качественное и доступное образование – это залог того, что Россия справится с этим вызовом, станет сильнее и пойдет вперед, прогрессивно развиваясь в то самое светлое будущее, о котором мы все мечтаем. Согласны, Плющик? Конечно. Поэтому сегодня на нашей конференции, уважаемые родители московцев, представители учительского сообщества, наши депутаты, Госдумы, городской Думы, кандидаты мэра Леонид Зюгановы сегодня присутствуют. Собянин не приехал, приехал в Зюгановск, тоже делайте вывод. Наши уважаемые активисты, я надеюсь, выскажут свои актуальные предложения как раз по этим самым вопросам. Как нам сделать образование в Москве и в России доступным, качественным и эффективным, потому что сегодня с этим есть колоссальные проблемы. Я очень коротко скажу, у меня тоже дети вот только недавно в школу закончили, я все это наблюдал своими глазами. Клади доступность. Вроде бы формально у нас, ну, школьное образование бесплатное, но по факту оно разве бесплатное? Скажите честно, бесплатное? Нет, конечно. И даже не образование, ведь есть такие мнения. Но оно и бесплатное, потому что массы поборов, дополнительных услуг подталкивают наемы репетиторов. И по сути, сколько гаджетов нужно покупать, чтобы соответствовать трендам, как сейчас модно выражаться. И в итоге для родителей это все выливается в копеечки. А предложение фракции КПРФ, например, в государственной думе, да и в региональных парламентах, сделать ежегодные выплаты для семей и детей, чтобы 1 сентября они могли подготовиться, до сих пор и федеральные, и региональные власти игнорируют. Экономия на самом важном. Вот уже вопиющий пример того, что у нас происходит. А по поводу качества, друзья, ну о чем можно говорить, если наши педагоги, наши учителя, они перегружены, они как белка в колесе крутятся под этими нагрузками, чтобы получать нормальную зарплату? Ведь у нас, как сегодня доклады Путина и все остальные, у учителей высочайшие зарплаты в Москве. Разве это так? Да, у руководящего состава, у директоров, если все это посчитать, средняя температура по больнице, да, там можно нарисовать красивые цифры. А молодые учителя, например, да они вынуждены такие брать нагрузки, дополнительные всякие вести занятия. И еще куча, город целый бумаг, это бюрократник. Да мне и к искренне жаль, за такую работу, я считаю, не менее, самый минимум в Москве должна быть зарплата, минимум 150 тысяч. Минимум, правильно? Мало, мало. Да тогда, и по России, естественно, с учетом региональных всех коэффициентов, по России тоже гораздо, в России вообще вряд ли ребенок копейки не получает, а по 25-30 тысяч молодые учителя, если не меньше. Невозможно с такими условиями ждать качественного образования. Если учитель не спит ночей, если он весь зачуханный, замыленный, то разве он успеет подготовиться к нормальным урокам? Разве он сможет дополнительно сам развиваться? А к любому учителю надо постоянно развиваться. Нет, конечно. И отсюда мы получаем потом выпускников в школу и вузов с дипломами, с корочками, которые, извините, пишут с ошибками, по-русски плохо разговаривают, и двух слов сказать не могут. А уж если говорить, не могут. А если говорить там про математику, алгебру, геометрию, то у них 20-20, получится там 6-7, понимаете? Я таких знаю. Поэтому, конечно, все это взаимосвязано и без кардинальных, в целом, сменных курсов развития страны, когда учитель будет приоритетить, врач будет приоритетить, человек труда будет приоритетить, а не олигарх, банкир и прочие вы знаете, кто сегодня у нас в цене. Вот это время вызовов, которые сегодня перед Россией, мы убеждены, надо использовать для тех самых изменений, чтобы действительно наши дети и внуки получали достойное, качественное и доступное обназование. И тогда у нас будут инженеры, реконструкторы и специалисты всех уровней, и Россия действительно сможет стать новым центром притяжения всех обездоленных и униженных во всем мире. И из Африки, и из Азии. Для этого должна быть колоссальная работа проведена, и я надеюсь, сегодня на конференции выработаем актуальнейшие предложения, сформируем по итогам конференции резолюцию, и будем работать вместе с нашими депутатами, с кандидатами мэра над их реализацией. Договорились, друзья? Спасибо большое.